Всем привет! Блог Александр остановился с вами и сегодня мы посмотрим на фигурки Garden Force из 8 Final Fantasy. Как всегда, сначала мы посмотрим на их коробки. Вот, собственно, коробка от фигурки Frita. Сразу скажу, что все фигурки из этой серии, всего их 8, издавались как в Америке, так и в Японии. Отличаются эти издания тем, что к японским версиям прилагаются также части от космического корабля Ragnarok. То есть всего фигурок 8. Это Ифрит, Сирена, Цербер, Богомут, Шива, Один, Гилгамеш и Диаблос. К каждому из них прилагается по одной части Ragnarok. И если собрать их всех, то можно, собственно, построить сам Ragnarok. А в американских же версиях частей Ragnarok нет. Также к каждой, ну почти к каждой фигурке прилагается в качестве бонуса что-то еще. В данном случае к Ифриту прилагается фигурка Тонбери. И давайте перейдем ко второй коробке. Это коробка Сирены. К ней, соответственно, прилагается фигурка Коктуара. Сзади тоже самое изображено. И, наконец, самая большая коробка. Это коробка Цербера. К нему прилагается фигурка Анджело. И сзади слегка отличается изображение. Ну и перейдем к самим фигуркам. Хотя нет. Также еще отмечу, что каждому из них прилагается вот такая вот бумажка. С инструкцией. Здесь, собственно, показаны сами фигурки. Иногда то, как нужно присоединить к ним какие-то детали. В данном случае рога и флита. И расположение детали от Ragnarok. Сейчас, значит, посмотрим на части Ragnarok. В данном случае у меня их три. Это задние двигатели. Количество двух штук. Они были с цифритом и сиреной. И носовая часть корабля, которая была с Цербером. Если как ее крепить к кораблю понятно, то есть вот здесь имеется отверстие, то как крепить задние двигатели, я вообще понятия не имею. Никаких креплений вообще не видно. Ну, вероятно, узнаю я потом, когда у меня будет задняя часть корабля. Начнем мы с цифрита. Вот он. Он был моим первым из этой серии. У него подвижные руки и ноги. К платформе своей он крепится одной ногой. У него в ноги дра. И вставляется она в эту платформу. И к нему в комплекте шел этот Томбери. У которого двигается фонарь. И рука с ножом. Довольно качественные пигурки. У эфрита, правда, в некоторых местах уже послезала краска немножко. От старости, видимо. Я так понимаю, фигурки были выложены в 99-м году. Ко мне, правда, они все пришли запечатанными. Но все равно время сделало свое дело. Далее мы смотрим на Сирену. Считается, что это самая плохая из всех восьми фигурок. Я тоже сначала так думал по фотографиям. Но в реальности она выглядит достаточно красиво. Ну, если не считать того, что у нее довольно плохое расположение ног. То есть, грубо говоря, они вообще прямо не могут стоять. Не знаю, кто только вкрепил, но они всегда криво. И руки тоже довольно криво выглядят. И сгибаются только в определенных местах. Поэтому никакую такую особую позу ее не поставить. Грубо говоря, это самая красивая поза из всех, что мне пришлось удалось найти. А в фоне тоже держится просто так. И так не крепится. и от старости у нее тоже есть проблемы с креплением волос. Одну из этих тройных осветлений вообще пришлось приклеить к клею, потому что отвалилось и не хотел держаться. Правое же крыло или волосы очень плохо держится на весу. то есть если поднять ее выше, то она сразу падает вниз. Ну и к ней шел в комплекте также вот этот катуар. Тоже довольно сомнительного качества, потому что он не может стоять только оперевшись обо что-то. Ну в принципе сам довольно качественно выполнен. Так же как и сама серебряная. Ну и наконец самая шикарная фигурка. Это огромный цербер. Он очень тяжелый, скажу сразу. Подвижных частей у него достаточно мало. Ноги, грубо говоря, нормально стоят только в таком положении, как сейчас. С суставами так же, как и у всех фигурок точнее так же как у сирены. У него тоже проблемы из-за старости. Задняя нога очень плохо держится в нормальном положении, то есть если повернуть его немножко, то он сразу так падает. И хвост тоже отказывается держаться в каком-либо положении. Из-за своей тяжести он тоже падает вниз. Если как-нибудь повернуть иначе. Также у него закрываются рты все, все три, ну и двигаются слегка швеем. Что тут еще сказать можно про него. Также к нему в комплекте шел вот этот Анджело. Точнее Анджело это она на самом деле. из недостатков Анджело можно отметить, что он как-то криво стоит. То есть по идее он уже немножко вот так стоить, но в общем-то ноги у него левые короткие в сравнении с правами он немножко загибается на бок. Ну и пожалуй все наверное. Все что можно рассказал. Всем пока.